Сегодня Карина проснулась ни свет ни заря раньше всех. И вне настроения, не выспался ребёнок. Всё, сегодня целый день будет. Карина, ты же будешь целый день вредничать. Ну и чтобы она не сидела в телефоне, я говорю, давай пораньше начинай читать. Она сегодня начинает читать. Что-то сегодня начала читать, Карина. Приключения, незнайки и его друзей. Ну всё, она не в настроении, ватрушечка. Вот такая она тоже бывает. Всё, давай, не нервничай, садись читать. Тебя Кирюша разбудил, да? А кто? Моя сладкая, без настроения. Ты а сколько проснулась-то? Шесть. Ну ладно, сегодня раньше ляжешь спать. Уже краска, не краска, а тоник смывается потихонечку. Потом тоже какой-нибудь купим. Красивый был очень цвет, и ей прям шёл, освежал этот цвет. Ну давай, Кариночка. А вот этот фиолетовый шизолок? Ну надо, когда вот этот смоется, купим фиолетовый тоник и покрасим. А какой ещё он покрасит? Надо посмотреть, какие есть. Может быть. Ты не хочешь волосы собрать? Не жарко тебе с распущенными? Ну всё, давай, 33 нитчика, садись читать. На улице светит солнышко. А я сегодня проснулась пораньше, потому что мне надо идти за заказом. Должны из Москвы сегодня доставочку сделать. И сегодня моя очередь идти. А там в заказе патчей точно нету. Умывалки всякие, крема. А мне что-то есть. А что тебе хочется, ватрушечку? Нутеллу. Ну, мы уже нутеллу не заказываем. Всё, у неё уже сегодня целый день будет вот такой. Всё, давай читать. Пошла я мыть унитаз. У нас средняя нутелла есть. Ну, значит, иди сегодня к Маше в гости кушать нутеллу. А, кстати, давай это тоником помажем сразу волосики. А что перцем? В составе есть перец, наверное, надо посмотреть. Набираем. Ну, послушаем, перец у нас было. Я такой намалю. Не хватит. Давай бровки. Бровки какие у тебя красивые, густые. Волосы тут, фу дай лах. Уже хорошо отрастают. Прямо такие густые и крепкие. У меня такие были жидкие волосы. А это прям такие густые, хорошие. Вот так вот. Я ей, когда три раза наношу, два раза точно. Ветер мы вечером хорошенечко прям так вот тру ей. Маша, будешь еще много раз выносить? Много тоже не надо, вот рожь. Ну, что будет? Ну, не знаю. Нельзя переусердствовать. У нас бы еще вот здесь, и вот здесь быстрее бы взросло, и оно как бы у меня будет уже без хотя бы вот лысинок. Будет красота. Ужайка. Дирюша с утра разукрашивает. А то я включила компьютер для того, чтобы смонтировать и загрузить видео. Он включил быстренько Майнкрафт. Я вообще не люблю, когда он смотрит этот Майнкрафт, потому что дети прям тупеют и становятся очень раздражительными. Поэтому он просто лучше разукрашивается. Так аккуратно, не халтурь. Тоже сегодня не выспался еще один. Будет мне сегодня весело. Главное теперь-ка Милочка, чтобы выспалась. Боже, девочки, эти слаймы, они везде. Я сказала, когда делаем в квартире ремонт, ни одного слайма не будет. Сейчас я им разрешаю этими слаймами играть только в тех комнатах, в которых еще нет ремонта. Потому что они везде. И на волосах, и на одежде, и на стене, и на полу, и на ковре, и на мебель. Везде, просто везде. Фу, девчонки, пришла сейчас домой. Аж плохо. С восьми утра сейчас время без двадцати двенадцать. Я работала на сегодня товар из Москвы. Я брала с собой Кирюшу. Вот так вот, девчонки, достаются деньги. Если хочется что-то купить, да, что-то себе позволить, то нужно идти работать. Вот, поэтому мы поработали. Жара, невозможность. Сейчас пришла, я стою здесь, включила кондиционер, стою под кондиционером. Сейчас минут пять постою, потом пойду в душ. Быстренько здесь домашние дела сделаю. Карина с Машей останутся с детьми. А мы пойдем работать дальше. В общем, зарабатывать денежку. Даже давайте, пока. Спасибо, Иван, спасибо. То есть у него тромни калатки пошел? Я ничего тоже не успела. Валюшка, какие у тебя пироженки свежие, вкусные? Или десерт. Устри шоколада. Это где? Вот они, начальник классный. Это что, вкусно? Да, дайте одно, пожалуйста. Дайте одно. Это что за кофе такой вкусный? Чтоб не забыть. Ты в здании, где аптека. Сегодня получили товар у нас в Корее и сертифицированный Китай. Что же я себе взяла? Вот такую вот пенку в составе алоэ вера. Взяла для пробы. Здесь 120 миллилитров. Все зафильгировано. И вот с такого щеточка. Меня привлекла такая вот щеточка. Мы с моей напарницей взяли себе по одной стойке. Она себе другую взяла. Но так же все сделано. Вот. Но с другим составом. Я себе взяла слоя. Хочу попробовать. Также, девочки, рекомендую вам вот такую вот алоэ вера. Есть в помадках, есть в геле. Да, вот купите. Есть как крем в банках. Смотрите, вы можете его наносить на губки и также можете наносить на какие-то царапины, на покусы комаров. Как бы это такая палочка-вручалочка-аптечка. И смотрите, какой тюбик красивый, да, как алоэ, листик алоэ вера. Вот с собой в поездку можно взять, да, и в машину киньте, и в аптечку, и в сумочке. Классная штука. Взяла, взяли с ней по одной. Будем пробовать. Забрала еще заказ Арифле. Покажу вам, что я заказала. У меня было 4 средства для интимной гигиены. Одну забрала подружка. Очень классно вот это средство Феминель. Девочки, я и детям использую, и себе. Ну, в общем, для семьи то, что надо. И сейчас хорошая цена в текущем каталоге на эти средства, поэтому успеете запустить. Их надо совсем немного. Здесь, получается, объем 300 мл. Вот у меня здесь желтенький. А, вот она вот такую вот забрала. Далее, заказала себе пинцет. Вы представляете, этот мой сыночек, хулиган. Мой классный пинцет, который у меня был лет 5, наверное. Точно взял и засунул в розетку. Хотел проверить, что же будет. Ну, вы и поняли, что было. Замыкание. Слава богу, что все живы и здоровы. Ну, такой вот у нас был эксперимент. Я себе заказала пинцет в Арифлейме. Говорят, что он качественный, но и цена хорошая, доступная. Вот такие вот мочалки про запас. Сейчас в текущем каталоге они по каталогу 79 рублей. Девочки, они крутого качества. Мы брали, когда были в Тамане, в магазине Magnet Cosmetics. Она, если она расползла, через неделю-две и покупали дороже. А вот эти вот Арифлеймовские, они просто мы их выбрасываем, потому что их надо менять, чтобы гигиенично было, да. Так они вообще не расползаются очень-очень долгое время. Заказала себе сейчас по хорошей скидочке. Вот такая вот база под макияж. Из коллекции The One. Стойка от серии. Классно. Мне нравится. Так выравнивает тон кожи и минимизирует мои локаторы, которые у меня есть поры. Девчонки, много экспериментировала с красками. И честно, вот лично мне нравится краска от Арифлейм намного больше. Первое, она дает очень красивый черный цвет, такой благородный, с блеском. И плюс очень долго держится. И вот этот благородный цвет держится прям месяц. Меньше смывается. Я мою голову каждый день. И мне как бы на месяц этой краски хватает. Какие бы я краски не покупала, у меня через две недели уже проявляется седина. Поэтому, да, иногда хочется пробовать что-то новое, но все же я возвращаюсь к краскам Арифлейм. Сейчас вот скидка, взяла две пачки. Я хочу сегодня покрасить волосы. Также сейчас по скидке гели для душа. Там не жидкое, а пусковое мыло. Если берешь два, там хорошая цена, по-моему, 79 рублей. Если вы консультанты, если нет, то 99 рублей. Одно забрала подружка и в это дно заставлю я себе. Гели мне для душа всегда нужны. Они крутые. Она так быстро расходуется, у меня такое ощущение, что дети пьют эти гели. На последней странице ощущающая средства Love Nature со скидочкой, с маслом чайного дерева и слайма. Классная штука, по-моему, по скидке 95 рублей вообще. То есть классно. И вот такие вот брошюрки на Wage, Wellness и каталог. Буду смотреть. А вот смотрите, здесь уже на них скидок нету, на эти интимки. Прям так открыла удачно, да. Буду смотреть что-нибудь. Так что, девчонки, если вы еще не зарегистрированы в Reflame, напишите мне, я вас зарегистрироваю. Будете покупать для себя со скидкой хорошую качественную продукцию по доступной цене. Также я купила развивашки для Камилы. Сейчас вам покажу, какие. Вот такой вот молоточек и такие вот шарики. Нужно вот по ним бить, чтобы они упали. Вот сюда вот они падают. И хоть сюда вот достаешь. Качество такое неплохое. У нас есть вот такие вот фигурки собирать, но без препятствий. Это, смотрите, с препятствиями. Здесь надо логически подумать, как это просунуть, высунуть и все сделать. Здесь взяла Камилу, я заказывала через подружку. Она мне дала это все и по себестоимости, поэтому нам вышло очень ничем угодно. Вот такой вот бренд. Качество, в принципе, неплохое, девчонки. Делитесь, какие развивашки вы покупаете для своих особенных диеток. И если вы вот такие вот не покупали, то вам советую. У меня есть подписка, подписан на меня, точнее, вот так мне правильно будет сказать, мужчина. Мы с ним созваниваемся по WhatsApp. Это вообще добрейший душе человек, который тоже вот поднимает свою девочку. Она у него особенный ребеночек. Если вы меня смотрите, вам огромнейший просто привет и дай Аллах здоровья вашей девочке. Вот он мне очень показал много развивашек, с которыми он занимается своей девочкой. Я взяла прям себе на вооружение. И вот потихонечку Ками покупаю. И вот мне многие просили показывать, что же я покупаю для Ками. И тоже делитесь, девчонки. Пишите мне в WhatsApp, скидывайте фотографии. Это будет полезно. Давайте обмениваться этой полезной информацией друг с другом. У меня уже второй выход на улицу. Время час дня. Иду дальше работать. Мне надо заказы разносить. У меня здесь, не знаю, видно ли, сейчас покажу, что я сегодня еще разношу. Вот такой вот ремовер. Девчонки, очень крутой. Наносите его на ватный диск, смачиваете. На пятки одеваете пакетики. И вам не надо никуда ходить пятки чистить. Офигенная штучка. Я в салоне делала у девочки педикюр. И она мне этим средством сделала. Я говорю, слушай, у меня он нет в продаже. И получилось, что даже разница 120 рублей вот у нас. И в магазине она вот заказала 10 штук. Сейчас я ей несу. Но еще надо зайти на склад. Забрать другой товар. И тоже пора взносить на улице жара. Вот, ну, ничего не поделаешь. После тяжелого рабочего дня сейчас буду ухаживать за собой. Девочки, это очень приятно, когда ты продуктивно поработал, продуктивно погулял. Вроде дома сегодня ничего не сделала. Ну да ладно. Завтра у меня будет по плану вообще целый день генеральная уборка. Буду убираться, заняться с детьми. В общем, поснимаем. Он завтра такой прям домашний-домашний вро. Сейчас буду наносить вот такой вот спрей термозащиты от T&D. Девчонки, я вам много раз показывала, что я пользуюсь термозащитой от Олен. И мне, честно, нравится больше та термозащита. Думаю, быстрее бы вот это закончилось, чтобы я себе купила ту. Во-первых, смотрите, там надо 15 нажатий. Мне хватает на всю длину волос. И когда я вытягиваю, я вытягиваю каждый день волосы, да? То волосы мои такие живые, классные. А вот этого мне надо, получается, распределять таким вот образом на всю длину волос. Сейчас я на самую прядочку. Расход большой. И, в принципе, у него нет такой вот защиты, как у Олена. Волосы пересжигают немного. Вот так вот. Чтобы вам лучше было видно. Вот так вот. Нанесу. И потом буду наносить вот такую вот сыворотку для волос. У нас сегодня Кареночка поехала с сестренкой, с теми мусиком гулять на фронзе. Это я проще выдавливала, представляете? Он был такой маленький. Я думаю, сейчас выдавлю, а он разбрызгался. Вот. Поехали с теми мусиком они гулять и попросилась к ним в гости. В общем, уехала она к ним в гости. Продолжение следует...